и снова с вами я игорь ткаченко и мой напарник андрей ткачев и вот он пишет телеграме сложность в том что жизнь религиозная почти всегда есть жизнь так или иначе за законническая протекающая внутри правил и уставов внутри традиции они что так не питает гордыню и самовлюбленность говорит андрей про себя как строгое соблюдение уставов и правил он всегда призывает соблюдать писание так далее то он пишет про себя это вот обратите внимание это же законническая строгость сильно влияет на отношение к окружающим людям на них наклеиваются ярлыки вроде свой чужой скверны пропащий и картина мира в глазах ярого законника становится удивительной со знаком минус негативный но там про это всегда говорит вы в блуде вы в грехе вы это это он про себя и пишет и я говорю что он фарисей и 1 говорит фарисейство жуткое явление и нам дано познать это не не столько из книг сколько внутри собственных сердец кто не знает фарисейство это ортодоксальное течение иудаизма ну то есть иудеи который прям четко четко соблюдает все заповеди торы все законы яхве значит и принципе христианство называется ортодоксальная церковь по-английски orthodox значит римская она католическая это ортодоксальная не православная а именно ортодоксальная иными словами фарисейская ну так можно так и так и это назвать соответственно ортодоксальный священник андрей ткачев это фарисей дальше собственно и саму притчу о мытаре и фарисеи господь произнес некоторым которые уверены были о себе что они праведны и уничижали других лука это видим евангелие от луки то есть он для нас ее произнес поскольку данный недуг свойственно всем вообще на более всего тем кто стремится к праведности но это любимое занятие ткачева обобщать все они все это говори про себя андрей и про твоих вот друзей в которых веры нет как ты признался предыдущим со своему выступлению да вот вот это все правильно сама критика очевидно не просто так ради великой пользы и по причине крайней необходимости мы читаем эту притчу и толкуем ее в преддверии великого поста ведь и мы мы великий андрей 1 2 учение праведности о простоте и чистоте о примирении прощении наконец-то смирение есть тайны и божии открытые нам для активного приведения в жизнь если какому-то народу бог открывает нечто скобках еврея то затем он же и требует действий в духе откровений за пренебрежение тайнами и за отказ от движения в указом направлении наказание как раз и приходит ну да мы знаем как бог израильский израильтян гнобил и до сих пор таскать дает оплеухи что то что они не выполнили его знака заказы наказы в кавычках цитата истреблен будет народ мой за недостаток видения так как ты отверг видение то и я отвергну тебя от священное действие предо мною ну то есть он по человеческим меркам бодается с глупым народом который самый создал ну создал был умным народу пускай бы у них был ум но он создал их глупыми баранами изгнал адама из рая чтобы люди остались глупыми и не не ели яблоки познаний а теперь на это обижается то есть вы глупы шеи вы ничего не понимаете и тогда я вас за это тоже буду значит наказывать ну блин логика есть нам открыто евангелие значит не нам судить тех кому она не открыта но нам исполнять открытое хорошо закрутил только до этого он обращался к ветхому завету а тут перешел перескочил на евангелие ну ладно и воцерковление долгожданное без которого не поднимется из грязи и праха страна и народ ее должно быть правильным глубоким не истеричным и не самовлюбленным вот в очередной раз он плюнул на россию он это любит делать и великие победы ему не нужны и не народ не солдаты освобождали там москву и от поляков и от фашистов какие-то артефакты какие-то юноши греческих иконы вот это все из оказывается помогает россии сейчас он опять без воцерковление россия не жизнеспособна это все мы будем в грязи ведь мы сейчас в грязи а когда мы воцерковаемся все тогда мы из этой грязи и с прахом поднимемся понимаете он оскорбил всех нас всю страну что мы сейчас в грязи и в стране и в прахе блин я такого уже наказал гражданина россии будем верить будем верить право правильно что чтобы не идти на суд какой суд ну видимо если страшный суд последний суд на то за большой буквы на суд и не будем судить других чем андрей занимается уже постоянно обличает я его обличаю но я не говорю что не надо судить он будет не надо судить а сам судит чтобы не судиться в ту же меру но на и паче на и паче блин андрей думаешь вот эти словечки ты вставляешь и выглядишь солидней да нифига но на и паче послушаем апостола говорящего апостола значит иудея это равняется то есть это иудей говорящего испытывайте самих себя верили вы самих себя исследовайте если вы не знаете самих себя что иисус христос вас или вы не знаете себя что иисус христос вас разве только вы не то чем должны быть блин видимо коряло говорил потом корела перевели и теперь мы читаем ну можно понять что бог внутри каждый из вас иисус христос да но это говорит иудеи которые это скорее всего павел карифеля нам написал много статей ладно это я не буду разбирать и вот последняя самая горькая быть не тем чем чем должны быть не быть но казаться андрей такой понятно и в русской школе не учился во львове значит человек может быть кем но ничем а чем это это предмете понимаешь поэтому надо было написать быть не тем кем должны быть не быть но казаться одушленно это кем а если не душу лена то чем понятки образование такое как бы не окончено и поэтому тебе простительно но время есть есть еще время есть то есть он знает конец времени то есть он смотрит осталось еще время и его достаточно это пророк вы чем думаете он просто так пишет он пророк но время еще есть еще значит с божьей помощью исправляться и можно и нужно ну тут не упоминать какого бога имеете ну понятно что я потому что христос это флаг владелец религии это яхва куда исправляться только смысле вот в этом тексте что 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 надо исправить да я не понимаю мысль потеряна ну вот он говорит фарисеи что они ортодоксы что там значит критикуют людей судить не надо в чем исправляться ты фарисеи ты судишь других исправляйся какие проблемы из про исправишься доложишь люди добрые простите меня за мои грехи и за то что я был фарисеем я исправился теперь я там безусловно любви и так далее и пришел к христу и покинул яхве ну хорошо напиши его завтра такое сообщение что ты тут нам написал для кого вот например если для меня для все нормально и у многих людей все нормально вот с тем что ты тут потратил не знаю сколько 15 минут на или 20 вот это вот на строчил исправляйся андрюша исправляйся тебе надо исправиться на тебя смотрят много людей и думают что ты пишешь что-то умные ты пишешь чухню и наверное сам это не понимаешь или понимаешь сделал следующую проповедь понимаешь ли ты свои проповеди откровенно пиши искренне без лжи отодвинь своего отца отца лжи в сторонку напиши от себя что ты ощущаешь когда пишут такие вот загогулины всем пока